алло индирочка добрый день это татьяна из санкт-петербурга я тоже моя собака всегда стоит около моего стола и смотрит на меня такими глазами как будто или 300 не кормили знаете во первых начнем с того что вот это у меня хобби отдыхалочка это отдыхалочка еще больше будет раз стерла вышила стерла пальчиком вышила стерла и самое главное ты можешь знаешь как я вышиваю ты можешь смеяться я полу лежа на диване я вообще кайфую ты умница с меня брать пример ни в коем случае нельзя надо было или шишкин написать или мадина вот мне мадина предпочтительнее потому что она вышивала такой шедевр здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очень много интересных работ но самую хорошую самую интересную вы увидите в конце и она у нас будет вишенкой на торте как обычно самая самая красивая работа это на мой взгляд конечно но вы сами оцените я думаю и так начнем посмотрите что сегодня мы вам приготовили девять месяцев с перерывами сейчас я тебе скажу да я очень быстро дела быстро в перерывах связала значит шесть таких палантинов не считаю выпечку не считая сейчас перешла на отдыхалочки новогодние буквально на недельки 2 и дай посмотреть какой красоты нашел это навязала умничка и значит еще один палантин такой у меня в процессе переступаю приступать к следующему шедевру это юпитер и калиста от золотого руна размер которой 73 на 50 на 18 слушай это огромный тебе надо на этот уйди с работы нет нет тебе надо все таки переходить на на сагу очень хочу очень хочу ты знаешь как она ничего не поняла закрыла думаю надо прийти сюда я тебе это настолько просто тебе с твоим умом это как семечки знаете во первых начнем с того что вот это у меня хобби отдыхалочка это отдыхалочка еще больше будет я понимаю но там уже сидишь профессионально работают нет нет не профессионально в том-то все и дело наоборот рузана ты не представляешь это насколько это облегчает нас ты знаешь насколько это облегчает это будет еще больше отдыхалочка приду к вам хорошо роки это как нифиг делать я тебе сейчас покажу сейчас я возьму просто попроще какой-нибудь вот например вот смотри в чем тут фишка вся в том что ты открываешь один какой-то цвет вот например открыли оранжевый и вот смотри мы его увеличиваем так как хотим вот мы хотим нам мелко мы можем вот так и самое главное что где больше трех клеточек там уже все посчитано тебе не надо вот сидеть считать смотри и вот ты например вышла вот эту вот часть да вот здесь карандаш и ты взяла это все стерла то что вышло и ты уже вот к нему не вернешься ты ты не не будешь второй раз их вышивать это сага у меня в голове потому что я поняла не теряюсь вот этот вниз глаз нечаянно нечаянно стерла лишнее взяла и все вернула назад это конечно смотри очень удобно вот у тебя и самое главное у тебя клетки ты можешь сделать какой угодно величины и они уже все посчитаны вышила растерла вышила стерла пальчиком вышила стерла и самое главное ты можешь знаешь как я вышиваю ты можешь смеяться я полу лежа на диване у меня стоит планшет вот так вот стоит планшет вот так я полу лежа на диване я вообще кайфую ну я не размечаю не ты ты размечаешь да ты размечаешь тебе еще будет проще я размечаю на специальные ручки ты умница с меня брать пример ни в коем случае нельзя ты размечаешь тебе еще проще тут все размечено ты видишь я почему и говорю сага у меня в голове потому что у меня разметка есть я по разметке прошла также по цветам у меня никакого дискомфорта но вот с этим ты когда с этим будет побыстрее я сам я тебе знаю что скажу ты когда вот одно вышлишь по саге ты потом без саги не захочешь вышивать я тебе точно не хожу говорю да 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 каждый раз и думаю нет я хочу поставить только попробуй просто по саге ты еще больше будешь вязать и печь имея сагу это как я обычно говорю мне лишние руки нужны лишние руки как я хотела вчера чтобы у меня были еще дополнительные руки до чтобы одними руками я вышивала другими ввязала да я вот смотрю на вязание думаю нет надо выше нет надо выше друзья мои это вышивка от лукас дубовая роща шишкина которая написана в 1887 году и вот в этом углу было была подпись шишкин ну хотя бы мадина написала свое имя мадина но тут ничего нет жалко надо было или шишкин написать или мадина вот мне мадина предпочтительнее потому что она вышивала такой шедевр и год надо поставить было все таки двадцать четвертый 2024 было бы вот так а мадина живет в городе норильске она прислала очень много работы мы уже почти все сделали скоро я отправим их оформили моего в пластиковый багет багетик очень красивый посмотрите он с зеленым оттенком он золотой и зеленой патиной посмотрите внимательно до чего красиво получилось как дорогие друзья а это картина балованное дитя висит она в эрмитаже автор жан-батист грез написал он ее в 1762 году а вышила ее татьяна из города колпина посмотрите какая замечательная работа если вы хотите посмотреть на нее воочию идите в эрмитаж и посмотрите обязательно а потом а точно захотите ее вышить посмотрите какая замечательная работа я купила такой набор нужду когда будет сага тогда и буду вышивать потому что такой размер мне не одолеть без саги наверно будет ну вот очень нравится очень вообще золотой руны молодцы большие у них все работы такие вот классические картины замечательными сюжетами еще есть одна работа который мне очень нравится но я боюсь за нее взяться боюсь даже покупать набор потом скажу когда-нибудь какую не хочется ну вот посмотрите балованное дитя который не хочет есть кашу или там что завтрак и тихонечко кормит этой каши собаку вот такой ребенок озорной ремешка я бы ему дать а а а а а а вот а и и но а в и и и если бы ваши дети кормили собаку вот таким вот образом во время завтрака сказали бы ты знаешь я сама все время это делаю моя собака всегда стоит около моего стола и смотрит на меня такими глазами как будто или 300 не кормили поэтому я всегда что-нибудь даю джонни ну как тебе не стыдно ты опять попрошайничаешь устала тебя не кормили прям не кормят тебя не дни уже лет 300 не кормят да и все равно ты хочешь да еще булочки дать не надо тебе булочку то ну ладно все джонни больше не дам иди где твоя мисочка на мисочка где мисочка где мисочка джонни где твоя мисочка как тебе не стыдно иди мисочку полная миска у тебя еды иди иди где миска вот вон сколько еды а ты на ты что делаешь просишь у стола ай-яй-яй-яй-яй ну как не покормить все время что-нибудь дашь такое со стола алло индирочка добрый день это татьяна из санкт-петербурга я тоже и девочка мы сейчас снимаем ролик живой огонь картин вышивку по чьей она картине это какой-то американский художник но я там еще от себя много добавила там монтаж разных картин калаш поэтому тут конкретно уже нельзя сказать ухты как здорово понятна наш наши туристические места в карелии здорово индирочка огромное спасибо мы передадим привет от вас нашим подписчикам ой как только так сразу мы с удовольствием новинки у вас много новинок да ой здорово мы тогда к вам сначала можно да можно точно нет конечно можно чужо нельзя то позвоните только накануне хорошо хорошо спасибо огромное спасибо тогда до встречи но как вы поняли это можно сказать авторская схема за от золотого руна вышивала татьяна константинна она ее дочь из москвы привезла нам на оформление эти работы но посмотрите что получилось у нас выбрали вот такой бежевый верх паспорту голубой кантик и голубой багетик под основную вот эту как бы основной фон картины мне кажется очень получилось хорошо и по моему здесь темноте светится луна и вот эта дорожка лунная так что если проверим конечно светится но алилуйя смотрите вода светится дорожка светится луна светится видно 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 но потому что у нас еще светловато из окна свет поэтому вот ключа и и и и и Вот такой, на мой взгляд. У меня тоже есть. Я еще не вышивала. Но я буду искать сагу. Я уже не хочу без саги. Я сейчас РТО вышивала. Все будет хорошо. Скоро принесу. Сейчас фон дошиваю. Сейчас заканчиваю. Вот это все будет хорошо. По бумажной схеме. Дошиваю. Фон остался. Принесу ее, оформлю. И буду смотреть, что еще следующее вышивать. У меня столько всего, что я не знаю. Мне глаза разбегаются. Нужно еще пара. Или три пары рук, чтобы... Одно, второе, третье, четвертое. Я как Рузанна хочу. И вязать, и вышивать, и готовить. На самом деле готовить не очень люблю. Ну, неважно. Но приходится. Мы оставим. Приходится готовить. А как же? У меня мужчины в доме, мне надо их кормить. Один еще в шерсти. Маленький, правда, но прожорливый. Так, ну ладно. Вот. Такой замечательный сюжет. Очень мне нравится. Живой огонь. Просто бомбическая тема. Прекрасный сюжет. Оформление выбирала наша заказчица. Но оцените. Мне кажется, получилось достойно. А, вот вы где. А я вас ищу. Хочу вам напомнить, что все работы, которые мы снимаем, сейчас есть в телеграм-канале. В отличном качестве. Приходите, подписывайтесь в телеграм-канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. А я побегу, потому что Кирилл меня ждет. Он сейчас меня будет ужас как ругать. Мы для вас снимаем новый ролик. Пока-пока. Друзья мои, посмотрите. Людмила из Челябинска вышла какую замечательную работу. Это гортензия от Dimensions. Оформили мы ее без паспорту, потому что решили, что все-таки вот этот черный фон, он будет играть роль паспорту. И так очень получается замечательно. Сначала я там прикладывала всякие паспорту, потом поняла, что не надо ничего. Просто рамочка в тон вот этих зеленых листиков с золотинкой, так как золотинка вот здесь тоже есть у нас. И мне кажется, получилось очень достойно. Очень симпатично, нежно, воздушно. И больше ничего сюда не надо. И самое главное, экономично. Продолжение следует... Валуйки нам принесли посылочку. Сейчас посмотрим, что нам принесли. А, маковый букет Татьяны Викторовне. Так, сейчас прочитаем. И схемку даже прислали, чтобы мы ее кому-нибудь отдали. Так, сейчас посмотрим, посмотрим, какая красота. Ой, какая красота. Как мне нравится. Посмотрите, какая прелесть. О, шикарно. Вот. Высылаю вам на оформление вышивку от Алисы. Нежные маки. Я ее вышивала в подарок молодой девушке. Она сама такую... Сама такую выбрала. И оформите ее по своему вкусу. У меня уже у вас находятся на оформлении три вышивки. Парные цапли. А, это... Ну да, из валуек. Очень приятно. Очень приятно. Да, 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 да. Ну, я и подумала, валуеки. А тут написано... Ну, это, видимо, куда отправить. Другой адрес Оксане. Хорошо, Оксане будем отправлять. Огромное вам спасибо. Обязательно пригодятся нам эти ниточки. Так что Белгородская область у нас рулит. Она уже... Я много-много у нас работы оформила. Очень приятно нам. Это Тамара Павловна наша, постоянная заказчица. Она у нас уже много-много что оформляла. И сейчас вот у нас в оформлении ее цапли, фазаны. И теперь еще и вот эта красота. Но эту красоту мы будем отправлять другой девушке. По другому адресу. У нас так многие делают. Присылают нам, мы оформляем, а потом отправляем. Даже в Токио отправляли. Такую дали. Однажды мы нам прислали из Москвы, мы отправляли в Лондон. А сейчас здесь по России будем отправлять. По России нам очень приятно отправлять. Потому что это нашим людям замечательно. В наши города. И чтобы наша работа, частичка нашей работы отправилась в другой город. Татьяна Николаевна, то есть нашим людям в Австралию вам посылать неприятно? Почему нет? Приятно? Приятно. Почему нет? Смотрите зрителям в глаза, которые на наши границы смотрят. Нет. Нам приятно, но и приятно, когда и наши люди посылают друг к другу такие подарки. Это же от души. Это же частичка сердца. Потому что знаешь, сколько вложено сюда души? Я хочу сказать, души вложено и терпение. И вот каждый крестик – это частичка души, вышивальщицы. Ну, кстати, о частичке души Татьяна Николаевна. Может, это? Вишни на торте сегодняшнем покажем? Вишни на торте? Да, обязательно покажем. Вышивка. Набор от фирмы Овен. Вышивал ее Гузелия из Екатеринбурга. Красота. Ну, красивая. Очень нравится. Ну, и у меня тоже этот набор есть. Ну, елки-палки, когда я это все буду вышивать? Очень нравится. Но мне кажется, что мне будет сложно. Тут очень много мелкого такого. Трудно не сбиться. Главное – котов вышить и вот этот вот причал. Остальное можно уже там, если что, немножко накосячить. Не будет бросаться в глаза. Слушайте, я вот, когда я вышиваю без саги, я обязательно косячу, я обязательно где-то что-то навру. Ну, нет, у меня сел. Вот сбиваюсь и все. Внимания нет. Меня моя мама, царство небесное, все время говорила, какая тебе может быть машина? Как ты можешь водить машину? Ты такая рассеянная. Я очень рассеянная. Просто кошмар рассеянная. Я могу смотреть на вещи, искать ее тут же. Так что вот такая я. Поэтому мне очень сложно сосредоточиться, очень тяжело. Я поэтому так медленно и вышиваю, что у меня очень рассеянная вот. Ну, молодцы, девчонки. Такие работки замечательные вышивают. Просто прелесть. Смотрите, оценивайте. Для этого и показываю, чтобы вы вдохновлялись и вышивали такие классные работы. Смотрите. 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 Екатерина из Санкт-Петербурга вышла. Два вот этих сэмплера. Я просто... Тут короткая дощечка внизу, поэтому я боюсь отпустить, чтобы они не упали. Посмотрите, какие замечательные. Просто бомбические. Мне так они нравятся. Оформили мы их практически одинаково. Багет одной серии, только разного цвета. И мне кажется, получилось очень замечательно. Но они парные, поэтому вот мы их и показываем. Конечно, было бы идеально, если бы они в одинаковом были багете, одного цвета еще плюс. Но дело в том, что у них... Но дело в том, что у них разная основа. Одна голубая, другая, видите, зелененькая. Поэтому сложно подобрать. Но получилось, мне кажется, все равно красиво. Классные они очень. Но я думаю, что Екатерина еще будет из этой серии что-нибудь вышивать. Ни показать не могла, потому что мне очень они понравились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, Светлана из Кургана вышла «Боярышня за чаем». Оформили мы ее в резное паспарту. Посмотрите, как красиво. У Насти талантно резное паспарту. Посмотрите, как она здорово вырезает. Она сидит на компьютере, там рисует, 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 рисует. А потом бах! И вот такую красоту вырезает. Из паспарту. Смотрите, как здорово. Очень красиво. Мне так нравится это оформление. Хоть третий раз вышивай. Или четвертый. Боярышня. Я ее вышиваю, у меня ее забирают. Я ее вышиваю, у меня ее забирают. А последний раз я ей расшила вот это все, бисером расшила. Кокошник, вот эти вот все цветочки, все расшила бисером. А теперь, ну, у меня опять ее забрали. И вот, думаю, что, наверное, я ее вышью и сделаю вот с таким резным паспарту. Очень красиво получается. Думала, все, больше не буду никогда ее вышивать. Но сейчас вот, любуясь на это резное паспарту, думаю, что, наверное, придется еще раз вышить. Она быстро вышивается, легко. легкая такая она вышивки, думаю, что, наверное, я ее все-таки еще раз вышью. И на этом сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и берегите себя. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok